Седьмой класс, 35 серия. Способ сложения. Для того, чтобы решить систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными способом сложения, прежде всего, надо уравнять коэффициенты при одном из неизвестных, если это необходимо. Затем сложить либо вычесть полученные уравнения и в результате этого сложения или вычитания найти одно неизвестное. А затем, подставляя найденное значение в одно из уравнений исходной системы, найти второе неизвестное. Давайте рассмотрим вот такую систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Так, коэффициенты уравнивать не надо, потому что здесь, например, при у коэффициент 1, а здесь минус 1. Складывая эти уравнения, мы складываем левую часть с левой, правую с правой. Получится уравнение, содержащее только х. Х плюс х – это будет 2х, а плюс у минус у в сумме получится 0. Они взаимно уничтожаются. Так, 2х равняется 5 плюс 1 – 6. Значит, х равен 3. То есть вот мы нашли значение х. Зная значение х, надо подставить вот это найденное значение в одно из уравнений, либо в первое, либо во второе, и найти значение у. Давайте в первое подставим. Если х равен 3, значит, у равен 5 минус 3, у равен 2. У равен 2. Вот мы решили систему способом сложения. Вот это ответ. Давайте рассмотрим еще одну систему. Так, первое уравнение 2х плюс у равняется 4. Второе – х плюс 2у равняется 5. Вот здесь надо уравнять коэффициенты по модулю, а затем сложить. Например, первое уравнение и левую часть, и правую домножить на минус 2. Мы умножать будем на минус 2. Получится минус 4х. Вот мы 2х умножаем на минус 2. Затем минус 2у. И не забыть про правую часть. 4 умножить на минус 2 – это будет минус 8. Так, а теперь надо сложить со вторым уравнением. И посмотрите, при сложении вот эти слагаемые, они в сумме дадут 0. Получится уравнение, содержащее только х. Только х будет. Решая это уравнение, находим значение х. х равен 1, а затем, подставив найденное значение х в любое из этих уравнений, например, в первое, вместо х подставляем 1, и находим значение у. у равен 2. Вот это решение системы. Первая задача. Решите систему уравнений способом сложения. Посмотрите, пожалуйста, коэффициент при у минус 3, а здесь плюс 3. Здесь не надо домножать ни одно из этих уравнений, для того, чтобы уравнять по модулю коэффициенты. Здесь сразу можно складывать. Значит, складываем, а при сложении… Вот левая часть складывается с левой, правая – с правой. Что получится при сложении? 4х плюс 5х – это будет 9х, а слагаемые с у взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Значит, 9х равняется… 7 плюс 2 – это 9. Значит, х равен 1. Значит, найдено значение х, а теперь осталось подставить найденное значение в любое из уравнений. Давайте подставим, например, в первое уравнение и найдем у. 4 минус 3у равняется 7. Значит, минус 3у равняется 3. У равен минус 1. Вот это ответ. Пара уравнений 1 минус 1 является решением системы. Вторая задача – решите систему способом сложения. Здесь посмотрите внимательно. Коэффициент при х равен 1 и здесь 1. Надо либо вычесть из одного другое, либо можно, например, второе уравнение и левую часть, и правую домножить на минус 1, а потом складывать. Так удобнее. Домножаем на минус 1. Вот такой вид получается у уравнения. А теперь складываем левую часть с левой, правую часть с правой. Так, взаимно уничтожаются слагаемые с х. Получается, 5у равняется 10. Значит, у равен 2. А теперь в любое уравнение, либо в первое, либо во второе, подставляем найденное значение. Например, вот сюда подставляем 2 и находим значение х. х равен 1. В ответе обязательно надо на первом месте записать значение х. х равен 1, у равен 2. Третья задача. Решите систему уравнений. Давайте попробуем уравнять коэффициенты при неизвестных. Давайте домножим первое уравнение на 3. Что получится, если мы умножим на 3? Левую часть и правую. Значит, у нас получится вот точно такое же уравнение. 3х плюс 3у равняется 15. Значит, эта система уравнений имеет бесконечное множество решений, потому что это два одинаковых уравнения. Можно построить график уравнения этого. Это будет прямая. И все точки этой прямой, координаты этих точек, будут являться решениями данной системы. Итак, система имеет бесконечное множество решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова